всем привет привет сегодня мы с вами делаем такой легкий расклад который я назвала если бы вы были книжным героем то каким конечно я не буду называть имена книжных героев да но вот вообще какой-то образ да наверное было бы интересно посмотреть я так думаю так выбирайте позиции все необходимые информации обо мне есть в описании под роликом также там вы можете найти информацию о том как записаться на личную консультацию божий голос мой голос так смотрим смотрим так убираю первая позиция единички вот тогда будет виднее единички смотрим если бы вы были книжным героем то каким что нам покажут карты прям интересно ой ну смотрите знаете хочется сказать если бы вы были главным героем книг фэнтези кто их любит да то каким-нибудь там магом мэрлином мы либо каким-то волшебником да селедовласым каким-нибудь там мудрецом почему-то я вас вижу это самое в каких-то знаете вы черных очках этого людей но слепые люди носят вот эти вот очки черные на круглые с круглой оправой как-то таким слепым слепым но при этом очень очень мудрым персонажем причем странствующим до кого которого знаете как будто бы нету нету постоянного места проживания герой как некий такой пилигрин который ходит абсолютно в разные места причем появляется знаете вот вовремя и исчезает также внезапно как и появился и знаете как разные такие картинки пошли очень интересные в одной картинке значит вы некий такой стране который попадает как-то на восточном базаре появляется и вроде бы он сидит в каких-то таких потертых вещах до порванных вот и где-то просит милостыню и почему-то знаете вот эта вот история начинается с того что кто-то над смехается над этим стариком слепым с клюшкой рядом и сидит значит этот старик на на земле так ноги подогнув под себя и прося милостями при этом ни на кого не смотрит и значит получается такой эпизод когда кто-то решил над ним посмеяться и забрать у него деньги которые вот ну знаете иногда бросает когда милостным вот в этот момент как будто бы главный герой держится за клюшку и бьет по рукам того кто хочет у него украсть его деньги и почему-то какие-то подростки это я не так удивляется в принципе знаете так рукой проводят перед глазами типа ну ты же слепой откуда ты увидел да что мы вот так вот подкрались и хотели у тебя забрать твою выручку не потому что им нужно было так чтобы знаете вот посмеяться и вот с этого момента начинается какая-то история книги повествование о волшебнике о мудреце о человеке который при физической слепоте имеет прекрасное внутреннее духовное видение и почему-то в конце этой истории человек этот уходит из того города в котором идет некое такое повествование превратившись в орла да прям у всех на глазах превращается в орла и улетает также это может быть персонаж опять же таки невзирая на пол мужчины или женщина в образе шамана который живет где-то либо в лесах либо где-то в степях где-то в отдаленном таком уединенном месте и неожиданно спасает человека то ли от дикого зверя то ли от того что он как-то вот потерялся что ли либо в лесу либо вот в горах но в этих гор если есть деревья есть леса здесь разные картинки показывают и человек спасает и потом знаете как сказки баба яга да обогрела накормила и потом выгоняет ну то есть не оставляет этого путника у себя вот она но типа ты и и рассказывает куда ему нужно идти но по каким-то причинам этот странник путник которого спасли он не уходит и вот он настаивает остаться не знаю почему и в конечном итоге происходит вот его обучение до мудрости жизни вот ну в общем какого бы персонажа мы бы не взяли какую бы историю здесь не писали это всегда будет знающий ведающий главный герой с мистическими какими-то знаниями я не думаю что это оккультные скорее всего больше человек который общается с духами но не с демоническим больше вот как-то знаете на алхимика он смахивает как человек что-то там пробует что-то ищет зарытый среди кучи книг также он может быть каким-то волшебным библиотекарем вот но я вижу его знаете как либо главный герой в книгах фэнтези либо главный герой в книгах вот написанных о каком-то духовном пути самопознания например а суфи их до либо ну вот я не могу сказать что он он является членом какого-нибудь мистического ордена либо братства нет вот он как будто бы сам по себе и это всегда человек такой взрослый зрелый в годах но при этом знаете вот глаза у этого человека они какие-то необычные то есть с одной стороны вот я почему-то их вижу черными не потому что они карие а потому что или темные а вот потому что они какие-то черные и это глаза опять же таки да если он допустим слепой это глаза такого человека у которого невозможно увидеть состояние его души то есть они могут быть даже если допустим главный герой слепой они могут для кого-то излучать доброту свет и вот какой-то знаете улыбку некий такой прищур и идут морщинки вот от глаз там когда человек щурится но при этом они излучают какую-то доброту и одновременно для другой категории людей они какие-то устрашающие то есть есть в них что-то что как-то узнаете затягивает пугает есть вот какой-то мрак излучает все зависит от того кто смотрит глаза этого человека а потом они вдруг знаете как-то неожиданно становятся обычными вот как у всех людей и сказать как-то его вы вы выделите этого человека сказать что вот у него особенный взор нет то есть он как будто бы входит какое-то видоизмененное состояние при взаимодействии с определенной категорией людей ну вот есть какая-то вот это вот хитринка в глазах указывающая на то что человек знает намного больше чем транслирует либо говорит вот еще если вы были главным героем то каким с этим великие арканы выходит так но здесь может быть что-то религиозное было бы либо книги как-то связанные знаете вот как код да винчи да вот что-то такое но главный герой опять же таки он вот идет мне знаете как агил не знаю можно ли это отнести каким-нибудь фэнтези историческим вот но при этом здесь не про волшебство а здесь вот как будто бы что-то с каким-то религиозным направлением где рассказывается про нефилимов либо это даже не мифология это вот как-то знаете например там как в завете пишется да как создавался мир и были там ангелы архангелы и так далее падающие вот вот что-то такое здесь я почему-то вижу вас главным героем именно как как ангелом как неким таким посланником задача которого на земле что-то делать то есть вы не просто являетесь каким-то почтальоном да пошел передал информацию шоу нет а у вас есть какая-то как будто бы особая задача с каким-то одним конкретным человеком вот вы как будто вы должны работать я не знаю то ли переубедить кого-то то ли помочь какому-то человеку конкретному на земле в его критический момент почему потому что вот если он пройдет вот этот рубикон в его жизни на него просто возлагаются в дальнейшем какие-то большие ожидания да то есть он как-то вот должен повлиять на что-то там езда может быть должен стать каким-то ученым либо написать какую-нибудь там статью которая повлияет на массы людей то есть вот и такое ощущение что именно вы как главный герой находитесь в том возрасте когда скорее всего у вас присылаю до какому-то юноше вот я вижу это подростковый возраст где-то лет 12-14 и то ли он проявляет какие-то бунтарские качества и вот вам нужно его защитить то есть поставить на правильный путь и в какой-то вот именно рубикон его жизни сохранить ему жизнь здесь об этом идет речь то ли у него какие-то суицидальные наклонности и не как это нельзя позволить ему совершить роковую ошибку и проблема здесь заключается не в том что вот вы как посыльный ангел в образе человека с огромными крыльями то что вот главный герой но вот я имею ввиду этот подросток он как будто бы пренебрегает вашей помощью пренебрегает то есть он все делает наперекор и от этого вот ваша задача как будто бы становится еще сложнее и труднее здесь такое идет то есть прям вот все повествование обошло о том как он все время куда-то вляпывается и этому ангелу приходится его вытаскивать вытаскивать причем знаете если бы опять же это было фэнтези я не знаю почему фэнтези может быть это имеет просто отношение знаете к таким героем достаточно фантастическим ли тебе либо те которые одаренные вот поэтому видимо такой жанр что ваш подопечный до которого защищаете возможно он оборотень вот и он все время то ли он неправильно перекидывается то ли он куда-то вот встревает что-то такое либо если бы это было какое-нибудь там религиозное писание то вот у этого ангела у него была бы как будто бы непростая какая-то судьба но опять же таки я его вижу как-то сам по себе понимаете как как отшельник что ли причем так интересно что этот ангел он бы не либо архангел он он как будто бы не может найти свое место не на небесах да и ну то есть не в раю и не в аду вот где-то он 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 как будто бы и там не свой и тут и и ту чужой вот как-то так как как-то вот если было бы например какой-нибудь детектив то это был бы герой под прикрыть прикрытием да вы знаете как это там причем какой-нибудь частный детектив до под прикрытием но и думаю что это там какой-нибудь полицейский был бы нет здесь вот скорее всего как что-то такое индивидуальное здесь как будто бы человек работает сам по себе причем знаете он если это какой-нибудь там боевик либо детектив как показывает в американских фильмах да что он где-нибудь там на окраине живет как-то так в минималистическом стиле вот может быть даже выживает не хватает каких-то вот основных моментов может быть выпивать где-нибудь такой знаете везет ну чтобы развратный образ жизни но и не особо моральный вот к чему-то там стремится но при этом воин в душе вот такой вот герой здесь тоже был бы и вот как будто бы его кто-то нанимает и идет дальше расследование то есть он должен не знаю то ли помочь органам то ли кому-то но вот опять же тоже такое вот детективное связанные с расследованием до с поиском там может быть какого-нибудь маньяка то есть что-то что-то ищет до найти кто виноватый и опять-таки в этой помощи находится этот человек либо наоборот спасает кого-то то есть смотрите как получается да как интересно всех героев которые нам здесь показывают задача почему я вам их описываю потому что в них есть те качества которые есть вас вот мудрость знания индивидуальность отшельничество интровертность замкнутость сила духа архетип война некого такого до спасателя защитника революционера бунтарским таким характером человек который идет против системы также это может быть какая-нибудь фантастика да тоже где опять же таки вот эти вот качество борца они проявлены причем здесь есть еще и лидерские качества до что если бы блок антифантастика то на каком-то летающем аппарате летаете как капитан корабля в какую-то галактику но опять же таки в этой галактике есть какая-то планета на которой живут непонятные существа которые поработили местных жителей да и вот пришел какой-то сигнал сос и задача опять же таки там спасти кого-то причем спасение не большого количества людей а почему-то вот мне идет трех да там почему-то мама маленький ребенок ну то есть женщина маленький ребенок и третий персонаж мне четко не обозначена эта мужская фигура только я не могу понять какая какое отношение имеет на то есть то ли сам по себе в общем какая-то мужская фигура вот достаточно молодого человека вот как-то так как-то так пишите единички как вам что-то открыто откликнулась или нет я вот думаю может быть мне книги может быть мне книги начать писать не серьезно мысли просто такие бывают я просто не знаю как люди пишут книги вообще но фантазия когда в потоке она вообще удивительно работает так это была первая позиция но заметьте мужской мужские архетипа в основном здесь выходит так позиция номер два смотрим двоечки вас если бы вы были главным книжным героем то каким вот я даже карта не мешает мне сразу идет знаете образ как ее по-моему джейм ностин да вот это опять же таки как это какой-то у нас там векта 19 либо восемнадцатый век я просто не могу определить пол либо вы мужчина либо женщина но вот именно вот в это время в это время потому что мне показывают такую каменистую дорогу знаете вот как наверное в питере такие есть вот либо в прибалтике как дорога она как ну боже мой камни как кирпичи вот такого вот прямоугольные формы темная черная какая-то серая что-то такое на дорога она такая она неровная и ну типа это не асфальт и не земля это какие-то камни потому что очень неудобно ходить и плюс ко всему вот карета которая проезжает до все время вот как-то покачивается потому что колеса они то в один пробел между этими камнями впадает то в другой в общем с амортизации плохо так ну ладно давайте и не буду так скажу это главный герой да каким бы вы были главным героем туз пендапель значит какой-то например работаете в какой-то божественной канцелярии где что-то постоянно записываете фиксируете это не библиотека это вот знаете как секретарь вот точно почему-то я вас вижу секретарем в какой-то вот божественной канцелярии где все время что-то сидите и с пером пишите что-то записываете ну то что вот вам говорят либо все люди там говорят а вы записываете либо на диктовать а ну вот это вот ваша задача как будто бы такая да ваша работа и причем знаете вы даже не человек а вы какой-то магический инструмент в виде пера есть такое самопишущееся перо без чернил без ничего потому что я вижу свиток и перо которая пишет сама по себе то есть нету того кто руки которая пишет это знаете либо как какой-то вот продукт памяти что ли вы куда в памяти все записывается здесь вы являетесь главным героем таким виде пера причем знаете такое перу какое-то молодое юная как юная душа почему я это понимаю потому что рядом есть какое-то другое перо такое достаточно тоже белое как и ваши но она больше размерах и вот как будто бы она вас как некий учитель знаете которые учат ученика в классе и вот потому что вы что-то пишите то есть перо пишет что-то и вот как будто бы периодически отвлекается и улетает к окошку смотрит куда-то туда в окошко начинает фантазировать там о чем-то мечтать то есть это вот указывает на юность души вот и взрослая перо все время как-то не знает то ли прокашливается чтобы обратить внимание то ли знаете так это молодой человек сядьте пожалуйста на свое место как-то указывает вам и вот такой нехоти вот так подлетаете над заново писать и вам это кажется так нудно и не интересно то есть хотелось бы допустим там выйти во дворик там не знаю за бабочками погоняться просто солнышко погреться как-то побегать то есть движение какое-то тут вы вынуждены значит что-то писать писать причем знаете сам эпизод очень напоминает мультик 12 месяцев вот кто помнит этот советский мультик 12 месяцев там где если я не ошибаюсь то принцесса значит обучалась писать то она кляксу какой-нибудь сделает и там вот ходит один такой этот как ее учитель да туда-сюда и начинает ей говорить муж мой что они там писали какой-то стих по моему да травка зеленеет солнышко блестит и вот что-то такое и вот вы являетесь как будто бы вот в этом мультике вот этим юным пером и задача ваша да то есть вы как будто бы не не осознаете но вот ваша задача вот это все записывайте это очень важно чтобы это было написано каллиграфично без ошибок достаточно грамотно и задача даже не столь надписи сколько запечатлеть это то есть вот если вы как будто бы это не напишите то это вот как исчезает в лето понимаете поэтому очень важно чтобы это запечатлеть кстати наверное вашей жизни да вы тоже очень много пишите там я не знаю стихии может быть что-то такое так и я даже не знаю какому жанру вас отнести ну наверное я бы отнесла либо к прозе либо к поэзии да как перо либо отнесла бы знаете вот детским сказкам причем не таким страшным до типа красная шапочка и и так далее нет а каким-то вот таким добрым не знаю добрым детским сказкам либо там ну как знаете как в свое время писал маршак стихи маршака вот они какие-то добрые там либо про что-то да как детские стихи либо про майдадыра ну вот они вроде бы поучительные но и с другой стороны они все-таки легкие поэтому я сказала что как главный герой какого-нибудь такого либо это там поэзия проза что-то в этом формате либо какие-то детские стишки либо сказки да то есть главный герой которая пишет что-то такое причем вот рядом с вами всегда есть какой-то человек какой-то учитель какой-то наставник то ли это вот из мультика да то что я сказал то ли вот мне показывает помните это про олю лукова или правильно я про оле луко и луко и о оле луко и ну по-моему про него вот ну кто постарше по возрасту помнит это что мы помню с детства и вот то есть есть кто-то да как некий такой наставник учитель всегда рядом с вами который вас корректирует но при этом вы являетесь главным персонажем либо этот как будто бы ваша совесть да но она именно перс и не сырована не знаю неправильно слова выговорил поняли да перс и перс и перс и перс и короче не помню как правильно это слово произносится ну то есть это какое-то вот олицетворение человека вот но это вот как это ваша субличность но как олицетворение человека то есть всегда есть кто-то кто вам укажет правильный верный путь еще кем вы были если бы вы были книжным героем дал то каким ой почему-то мне идет здесь знаете как бременские музыканты то есть странник именно музыкант то есть в люб в любом формате ваша энергия она молодая юная озорная веселая то есть опять же таки то что я говорю про бременские музыканты да это вот как какой-то с какие-то странки нет один человек какой-то странник может быть группа так грубо то есть вас что-то объединяет какая-нибудь банда и вы как-то вот путешествуете на путешествуете причем я не знаю как труба дуры может быть опять же таки где-то рассказываете какие-то стихи где-то поете серенаты где-то играете музыку но такое знаете направление как хиппи в семидесятые покурить поспал послушать музыку да и вот секс рок-н-ролл и все такое вода здесь какая-то такая мир любой в жвачку вот какое-то такое на направлении при этом свободно и легкая вот в этой энергии есть очень много доброты очень много открытости какой-то поэтому эти музыканты они такие веселые они не играют ничего такого грустного и они все время попадают в какие-то казусы то есть опять же таки я не знаю какому жанру какой жанр это может быть мне скорее всего знаете даже это как не книги идут а вот в свое время были эти винильные пластинки и вот почему-то вы у меня ассоциируетесь как эти винильные пластинки которые вот включает и ну аналог аудиокниг да сейчас вот почему-то на этих винильных пластинках играется какое-то вот повествование вы и вы являетесь вот этой пластинкой либо как это в америке да вот эти джек-боксы бросаешь монетку и пластинка начинает играть ну то есть одним словом вот такие персонажи которые поднимают настроение другим людям так еще каким героем вы бы были героем так здесь опять же таки вот я говорю как формат сказки просто знаете почему мне идет здесь какой-то джин который попал значит непонятным путем причем опять же это мультик только это сказка вот я не знаю какой это жанр может быть но что такое юмористичное однозначно то есть если бы это были книги например написаны с юмором но вот в наше время да когда какая-то там банда я не знаю воров по ошибке либо по пьяни и вы я не знаю в общем находит лампу аладзина вот а причем смех заключается в том что ну этот юмор в том что им просто не 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 было из чего выпить да то есть бутылка была но по каким-то причинам они из бутылки из горлышка выпить не могли и вот они значит где-то что-то своровали и хотели отметить а выпить негде было я не значит открывает мешок от того что он там наворованные было может где-нибудь кубок какой-нибудь будет либо какой-то стакан ну чтобы вот на всех разлить вот и находишь что-то такое подобие кувшина да как ламбу аладдина и так смотрят ну типа ну ладно большой но и фиг с ним дам много бухла садят и они так знаете открывает и не этот крышку вот ну чтобы налить туда алкоголь и и оттуда появляется такой джин такой ой что тут происходит у вас и они такие знаете испуганные на типа перебрали все больше пить не будем и убегает водка что-то такое то есть сам факт попадания в мир людей и вот вы являетесь этим джинном до который будет исполнять желание но при этом как будто это джин столько времени что он сидел в этой бутылке мы настолько скучно стало и мир настолько изменился что ему абсолютно все равно что вы там ну там другой какой-нибудь герой будет загадывать ему желание ему важно посмотреть этот мир и он все время горит и слушай да подожди ты со своим желанием давай мы пойдем туда давай вот это посмотрим о смотри а здесь еще это есть то есть такой персонаж который ну с авантюристской какой-то начинкой вот и почему-то человек которого он которому он исполняет желание опять-таки маленький мальчик да я не знаю там лет 12 и причем этот мальчик он такой хорошенький он такой знаете послушненький такой добренький вот правильный весь и как будто бы вот это вот джин в вашем лице все время хочет его как-то с праведного пути ну свести а давай вот это сделаем не нельзя чужой нельзя брать да ладно да вот то есть он во все время втягивает какие-то авантюре этот то что-то разобьет начинает бросать и мальчик чтобы там не разбились какие-нибудь дорогие вазы в музее начинает бегать туда-сюда собирать чтобы лишний раз ничего не наделать и суть заключается в том вот этого аладдина чтобы вот как-то разбавить правильность вот этого мальчика чтобы он как-то раскрепостился до чтобы он начал наслаждаться жизнью потому что его как будто вот так воспитали что ну в рамках каких-то что он слишком правильный и из-за своей правильности он не может наслаждаться жизнью да то есть не может сделать то что он по настоящему хочет то есть вот здесь еще и какая-то такая мораль учительства идет но не напрямую учить а вот как-то все время попадая в какие-то причем знаете даже не осознанно в какие-то очень интересные забавные истории в общем здесь главный герой по второй позиции вы уже поняли да какая-то молодая очень веселая душа вот ну и также знаете еще может быть если это фильм ужасов то это какой-то ну жанр причем с юмором до какой-нибудь такое проведение почему я говорю фильме ужасов вот вы бы играли грабную роль какого-то приведения вот приведение которое как-то вот подшучивает на патруливает и подшучивает над над людьми поэтому сказать что сто процентов это какой-то там ужастик был бы нет какой-то ужастик с чувством юмора но при этом страшно вот какой-нибудь такой жанр да вам тоже бы подошел да давай якость вашего характера так это была у нас с вами вторая позиция мне очень будет любопытно посмотри что вы там будете писать в комментариях не ну честно главное чтобы не писали божий лень что вы тут мы придумали я не придумываю честно вот я это просто вижу это вижу у меня глаза закрыты кстати когда я делаю расклады я уже про это говорила неоднократно а так троечки смотрим смотрим вас на третья позиция если бы вы были книжным героем то каким смотрим ой здесь что-то связано с деньгами причем знаете какой-то вот котелок котелок не знаю почему котелок чем не сразу как-то вот на кубань потянула да вот какие-то вот такие к эти мультяшные герои с чубчиком и почему-то какой-то котелок вот который варит и вот все время в нем есть еда но вы не являетесь этим котелком но вот почему-то мне образ идет чего-то такого знаете вот изобильного богатого как я не знаю как скатерть самобранка либо какой-то вот волшебный такой котелок который сам готовит еду который сам причем не просто там какую-то похлебку а может даже это самое все звездами члена на такие вот прям искусную какую-нибудь еду такую приготовить вот и это же не знаю что это за жанр вот еще кем вы могли бы быть главным героем почему-то здесь мне идет какой-то такое может быть это роман и нет в одной книге но это знаете как почему-то мне идет какой-то такой богатый город там я не знаю в америке может быть нью-йорк что-то такое и вот вы являетесь самым богатым адвокатом этого города и повествование книги идет о том что человек обратившийся к вам здесь знаете как здесь как мистика что такое сейчас я вам расскажу такой прикольный жанра как будто бы к вам обращается не как человек а ну то есть вы являетесь допустим адвокатом в этом городе самым дорогим которые вот очень избирательные в том кого он будет там защищать и так далее и вдруг неожиданно к нему залетает вот как-то письмо не знаю откуда либо он находит письмо на своем рабочем столе в котором есть просьба о том чтобы нанять его ну и конечно же он знаете как то вот сначала выбрасывает в урну типа не знаю ко мне не пришли да со мной не поговорили и мне даже не интересно это он прочитал письмо и выбросил вот на следующее утро просыпается и это письмо опять же таки закрыв в закрытом формате лежит на столе и он так сидит думает блин вроде бы я его опять смял выбросил откуда это опять появилось и вот он опять берет значит и выбрасывает на третий день она опять так вот ровненько аккуратненько как и не мялось и он тогда открывает его уже в третий раз и начинает читать более внятно где написано там дата и время где нужно встретиться конечно же он идет туда не из любопытства а как раз разлившийся что вот его достали и не могут оставить в покое и самое интересное он приходит на место встречи и вот он сидит на этой лавочке да деревянной это какой-то вот парк знаете в стиле американских парков где много зелени люди на траве лежат да там деревья все такое вот и он ждет встречи и вдруг он слышит какой-то голос до за его спиной который мы говорить не надо поворачиваться типа знаете типа фантомаса да но при этом не нужна твоя помощь и конечно же не слушает поворачивается за спиной никого нет он так типа показала что ли он опять отворачивается до садиться правильно как сидел ранее и вот и голос за спиной опять говорит я тебя попросил не поворачиваться да типа мы будем говорить так он опять поворачивается никого нет и то есть сути истории такая что вот он должен как будто бы защищать некое такое некого фантомаса да то есть некую такую сущность которая по сути не имеет физического тела она живая она находится в нашем мире но она не имеет физической оболочки и суть заключается в том что вот это существо является продуктом какого-то эксперимента благодаря которому либо из-за которого она потеряла свою оболочку и задача будет не засудить того доктора ну или там где в лаборатории это эксперимент эти проходили а заставить вернуть эту оболочку обратно главному ну вот этому человеку которым обратился адвокат то есть нет неоднозначное какое-то такое дело с нотками мистики и непонятных разных героев и при том что вы как адвокат являетесь таким серьезным человеком достаточно консервативным логиком до который очень уверен в себе а тут он сталкивается с тем что нельзя потрогать нельзя пощупать и при этом как как в суде вообще показать это дело таким образом чтобы вы из-за сумасшедшего не приняли потому что на первых моментах сам себя считает сумасшедшим что что-то у него в голове происходит что он какие-то голоса слышит в голове но со временем убеждается что это не так в общем здесь какой-то вот такой вот сюжет запутанный у меня такое ощущение что вот я вас как будто бы сейчас увлекла да и кто-то будет писать ну и чем закончилось кого-то такие мысли чем за не знаю чем закончилось дальше думайте сами вот такой вот главный герой да но так это по десятке педаклей еще каким бы книжным героем вы были человек с особым даром я не могу понять что это конкретно за дар но он имеет отношение как-то к ночи да то есть то ли он что-то вот что-то с ним происходит какая-то метафорта метаморфоза изменения именно ночью и это дар необычный какой-то ну то есть это не из тех которые мы привыкли там знаете там проходить через что-то там левитация либо чтение мысли нет здесь что-то другое но это даром активе активируется ночью и как будто бы вся история будет происходить именно ночью то есть акцент больше идет на ночное время и проблема заключается какая-то узнаете как это называется генная модификация на вот какая-то здесь генная модификация произошла то ли этот как его ну вот от грома шаровая то ли его шаровая болни удар что-то здесь с электричеством такое и после этого вот какие-то изменения произошли в хромосомах этого человека и у него появился какой-то дар не совсем понятно который активируется ночью и вот у меня идет такое знаете что-то с головными болями как-то вот начинает голова болеть что-то такое и потом что-то происходит то есть человек трансформируется в какую-то свою способность и я не вижу я не мог понять чем это связано что это за способность вот но вся его жизнь активная она проистекает ночью одним он как будто бы он спит да причем его комнате всегда закрыты окна ставни вот прям и завешено все чтобы был вот этот вот мрак как будто бы такая необходимость есть это не мне не про вампиров но здесь что-то такое особенное в чем заключается роль главного героя на справиться с этим даром потому что он ему дается очень сложно причем заметьте описание главных героев это ваше качество который вас есть поэтому видимо у вас что-то тоже есть что вы страдаете еще и главными болями как мигрень но здесь дальше мне не показывает историю на это как будто бы имеет отношение к будущему то есть там если бы были какие-то даты то это было потом не знает 5000 5000 столько-то либо 7520 вот просто мне идут эти цифры 752 комбинации этих цифр видимо что-то не значит для вас не знаю когда-то рождение либо что-то такое было важное вот и показывает про будущее что там история вот как-то будет развиваться в этом ключе но больше не показывает то есть не суть ничего не пока просто почему-то акцент на ночь на ночь на голову головные боли и то насколько сложно главному герою принять этот дар то есть в нем обязательно должно быть что-то что если ты его не принимаешь что как будто бы это себя будет разрушать вы как-то знаете как после похмелья когда голова болит да а а здесь как будто бы будет что-то если этот человек не принимает борется против своего дара да то есть последствия против не использование это дара по против я вижу что главный герой он все время как-то блуждает ночью в каких-то не совсем правильных кварталах где ну вот находятся все эти люди ночи да вот так скажем как то так хорошо следующий герой следующий герой здесь будет вор и и искусный такой знаете искусный в чем в том что почему-то это вот вор который ворует книги эти не книгах когда боже мой картины картины очень дорогие картины но не из музеев а вот из личных каких-то коллекций людей но вот у этого вора тоже есть какая-то фишка связанные с пальцами то ли он что-то взламывает в общем у него какой-то такой я не знаю фетиш с картинами вот он специализируется как будто бы на этих картинах и вот у этого человека у него как будто бы какая-то вот двойная жизнь что ли с одной стороны может быть он как-то представляет себя таким знаете богатым потому что мне показывают мужчину достаточно высокого стройного такого подтянутого у которой любит носить очень дорогие костюмы да то есть он всегда вот в костюмах в начищенных туфлях черных таких знаете вот лакированных блестят с дорогой с дорогими атрибутами да там часы почему-то он какой-то кейс собой все время носит я не знаю что там есть а там скорее всего какие-то предметы которые помогают ему знаете что-то взламывается открывать вот такие вот вот черный тоже вот он все время себя знаете так как-то он бывает в каких-то таких местах очень дорогих знаю на выставке какие-то дорогие ходят на аукционы там не знаю в казино то есть вокруг этого человека всегда пахнет деньгами вот он пахнет деньгами но при этом вот его жизнь да она как будто бы вот именно жизнь двора он себя позиционирует как знаете может быть искусствоведом да то есть человек который разбирается но не потому что он как-то обучался этому а ну скорее всего силу своей профессии да понимает где подлинника где копия вот и видимо поэтому он еще и плюс ко всему разбирается в искусстве то есть понимает что он ворует то есть ему не просто интересно там сам процесс воровства а именно те картины которые вот чем-то отличается то есть он не действительно разбирается там он может понять что это за краски какой-то стиль там время нарисованное да вот он знает художников их жизни биографии то есть вот ну знает вот в этом направлении вот своей профессии да можно сказать что он мастер но при этом вот он как будто бы скрывает вот эту вот свою личность опять же да не потому что он вор а он как будто бы знаете вот свои какие-то способности человек скрывает и одевает какую-то маску того кем он не является и при этом ему вроде бы и комфортно он жился с этой вот с этим образом знаете богатого человека такого знаете коллекционера возможно какого-то да но при этом вот он не может отказаться у него нету нужды в деньгах но он не может отказаться от вот этого своего ремесла да то есть воровать почему потому что вот вот какой-то он получает какое-то удовольствие что ли от того что он это может что у него это получается то есть здесь нету какой-то вот скрытой мести что да вот у одного возьму и другому отдам потому что так правильно здесь не про справедливость а здесь получает удовольствие человек от самого процесса да вот от этого адреналина в котором он находится в то что получится не получится и надо быстро причем он рассчитывает время да ну вот как в фильмах показывает да весь план то есть это не просто так зашел вот взял и ушел нет он все просчитывает он продумывает это здесь вот есть какое-то мастерство и почему-то мне показывает все время его какие-то пальцы может быть уточенные какие-то длинные пальцы может быть он еще у него есть как хобби знаете играть на на пианино либо на скрипке то есть здесь еще он сам по себе одиночка у него нету семьи но при этом он богат и у него есть какое-то хобби знаете вот он как будто по вечерам либо сидит возле камина и пьет дорогое вино и либо он и слушает классическую музыку либо он играет на каком-то инструменте да это может быть либо фортепиано да причем такого белого цвета красивая красивый инструмент либо на очень дорогой скрипке потому что у меня идут длинные пальцы то есть это либо для игры на пианино на фортепиано либо на на скрипке и он в этом тоже хорош и это вот как будто бы знаете для его души как-то успокаивает помогает думать причем когда он расслабляется и ставит вот эту вот классическую музыку и под нее он как-то вот рассчитывает свой план того как будет происходить очередная очередное после похищения и вот этой картины до который он себе на месте причем знаете так как если бы это было кино да такая такое помещение с немножко светом при приглушенным приглушенным до огромная значит на заднем плане библиотека с книгами вот стул такой деревянный из красного дерева до такой вот лакированные такие вот прям цвета у него значит карта лежит на столе бокаловина и он вот почему-то именно во фраке ну вот так одеты официально как-то и он рассчитывает да что то у него там на карте отмечено где как куда зайти куда выйти что-то такое вот под классическую музыку он продумывает свой план это здесь как-то какой-то такой момент но заметьте да вот что в этой что в этой карте всегда есть про богатство но что очень свойственно тройкам да скорее всего вот все что связано с материальным миром и с богатством как таковым вот вас это вот прям знаете пахнет вот дорогой дороговизной пахнет прям вот веет от вас вот этими вот деньгами шиком лоском даже если вы в своей жизни не имеете это все давайте вот вот ваши ваурия и то есть это вот как будто бы считывается не знаю может быть какие-то манеры может быть вам в жизни даже да говорят о том что вот у вас есть какие-то замашки богатого человека и очень часто может быть указан да ты посмотри на себя да там зарабатываешь 5 рублей как говорится а замашки у тебя там не знаю на миллионы вот это потому что есть это есть вас ну давайте еще еще один аркан если бы вы были главным героем то каким здесь был бы исторический какой-то роман да это обязательно роман исторический прямо такой толстый день там на 900 страниц и это было бы как знаете как они называются там мемуары какие-нибудь такие мемуары о путешествии знаете как этот граф монте кристо да то есть человек который сидит значит и пишет свои мемуары во взрослом же во взрослой жизни о своей вот молодости да и в этих мемуарах очень много путешествий почему-то на корабле по морю и какие-то вот там открытия да то есть повествование идет через воспоминания своей молодости вы мужчина и первая сцена это значит корабль вы в молодом возрасте до какой-то юноша так очень одет по времени там не знаю восемнадцатого века нет вру это по-моему либо 14 либо 15 16 17 но я не думаю что 18 где-то с 14 18 век здесь вот прям вот большой такой период затрагивается почему-то указано это вот скорее всего идет отсылки к ваших прошлым воплощением да поэтому здесь показано это и вот вы являетесь каким-то то ли хартографа то ли что-то потому что я вижу у вас подмышкой какие-то свертки бумаги да то есть вы за кем-то идете за каким-то богатым мужчиной и несете вот этот вот свиток из бумага и как указано вода идет вот эти вот мемуары и фрагменты и жизни вот и у вас на что вот вы заходите на этот корабль был за богатым человеком и обращаете внимание там на какую-то не знаю служанку либо что-то ну в общем из низшего сословия девушка и она вам так подмигнула бы такой вот красный прям застеснялись вот засомневались себе и дальше вы спускаетесь в каюту оставляете это все добро и повествование начинается с того что из этого момента в моей жизни началось приключение и потом вот вы будете описывать разные приключения где вы бывали здесь очень много странствий будет именно на корабле в разные места там есть на новое гвинея то есть причем даже в африке неоднозначно потому что картины сменяются где-то там на верблюдах до путешествия идут где-то в какие-то племена и вот вы все время идете сопровождение с каким-то человеком до что-то там я не знаю чем заключается конкретно ваша задача может быть действительно картограф и там создаете пишите карты карты что-то отмечаете но суть заключается вот именно в этих странствиях путешествия где вы встречаетесь с разными людьми очень много разные языка языки вот вас это все настолько увлекает вам вам это все настолько нравится вот и конечно же попадаете в разные истории вот это вот все фиксируется поэтому здесь что-то такое историческое и также может быть какой-то исторический роман вот это уже тысяча восемьсот пятьдесят шестой год вот и здесь уже идет какие-то военные действия вы являетесь военным до из богатого сословия опять таки да и заметьте везде богатство и вы как иметь какое-то отношение к этой войне то есть я не могу понять или там глава манкомандующий ну в общем что-то какую-то роль вы занимаете типа генерала но не мнение непростого непростой солдат не рядовой вот и вот война идет а я просто вижу вот какие-то там пушки винтовки кто что-то стреляет и вот 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 этот период до об этом идет повествование то есть повествование о какой-то войне но это не роман это вот какой-то исторический видимо персонаж где идет запечатление там знаете вот бывает книги там например там первая мировая война да и там такая картинка сверху и дальше идет описание кто с кем когда как что вот 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 здесь вот что-то такое но это не первая мировая война это вот что-то такое вот и в этой книге вы будете являться вот этим вот военным человеком на вот такой вот вы главный герой смотрите по-разному даже начали с этого скажите самобранки и пришли к военному но замечательно замечательно не знаю мне понравилось мне понравилось это было легко это было очень увлекательно я благодарю вас за ваши истории на которые здесь в поле были считаны опять же таки да все что услышано если не углубляться в путешествие в повествование потом я говорила а услышать качество то в принципе в каждой истории есть те качества которые соответствуют вам вот и на основе этого вы смогли можете создать своего какого-нибудь главного героя знаете в идеале было бы вот чтобы вы послушали да и сказали что а знаете ли не а у меня вот родился вот такой персонаж то есть либо я представляю так либо из услышанных вами словами и написали бы вот себя вот как вы видите да какого-то героя был бы очень интересно в комментариях чтобы все комментарии пестрели какими-то историями ваших героев из жанров либо известных либо придуманных что-нибудь такое что вы все написали было бы очень интересно почитать как и с кем вы себя ассоциируете и вот в каких историях да то есть само повествование как бы развивалась может быть сюжета какие-нибудь интересные тоже бы написали было бы очень интересно вот просто чтобы разнообразие знаете привычный формат вот как-то так хочу пожелать во всем отличной среды напоминаю что завтра до четверг у нас с вами будет эфир не забудьте приходите и и пятницу будет анонс про близ консультации тема в потоке все прочитаю всем пока пока